По химии 95 баллов, по русскому 90. Остается дождаться результатов по биологии. Выпускница 101-го губернаторского лицея Катя Сихарулидзе признается, сдавать ЕГЭ было тяжело. С выбором предметов для сдачи вопросов не возникло. Катя с детства мечтала стать врачом, пойти по стопам дедушки и папы. Готовилась к экзаменам каждый день, но девушка успешно справилась и теперь со спокойной душой готовится к торжественному уручению аттестата с отличием и выпускному. У меня подготовлено все к выпускному. Я жду с нетерпением уже этого дня, каждую минуту практически считаю. Платье, туфли, все аксессуары, которые невозможны, то есть все полностью образ собран. До сих пор переживаем. Могут же все прекратить, отменить. И, конечно же, все сидим, держим хулачки, чтобы у нас все-таки прошел этот долгожданный выпускной. Окончание школы, последний звонок, выпускной. Долгожданные события не только для ребят, но и их родителей. Для тех, кто всю жизнь идет с ними рука об руку, увидел первые успехи и неудачи. Всегда готов был помочь и поддержать. Нам было очень приятно узнать о решении нашей дочери пойти в медицину и продолжить врачебную династию. Конечно, мы очень волновались и очень переживали. И каждый экзамен держали кулачки, чтобы, дай бог, все у нее получилось. В этом году 101-й губернаторский лицей во взрослую жизнь отправляет свой первый выпуск. 26 июня 29 учеников из технологического класса. В праздничной обстановке попрощаются с одноклассниками и учителями. Сначала состоится вручение аттестатов, после чего ребята отправятся в кафе. С большим волнением ожидали, будет ли выпускной. Он состоится, он будет. Будет звучать школьный вальс. Это здорово, это замечательно. Но и чтобы празднику быть, конечно, мы должны строго следовать тем требованиям, которые к нам предъявляет руководство города Роспотребнадзор. Поэтому первые два ряда будут располагаться дети. И дальше, начиная с четвертого ряда, также в таком шахматном порядке будут располагаться и родители. В зале спецрассадка, рециркуляторы воздуха. На входе термометрия, обработка рук. В связи с ограничительными мерами на выпускном вечере будет действовать масочный режим. В одном помещении одновременно будут находиться не больше 50 человек. Это учителя, вручающие аттестат, выпускники и их родители. В 101-м лице уже все готово. Остается дождаться дня ИКС и главных виновников торжества. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Управда ТВ.